Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. В этом году будет продолжен проект местных инициатив. Начнем с того, что эту самую инициативу должно проявить население. Выдвинуть идею, например, провести воду в Михайловке и дать свое согласие на софинансирование. Часть денег придет из республиканского бюджета. 15% от стоимости проекта оплачивает местная власть, а остальное – жители. Их вклад может быть какой угодно – хоть 10 миллионов, но никак не менее 5% от всех расходов. В этом конкурсе очень важное значение имеет, насколько активно будет участвовать в этом процессе население, насколько оно будет заинтересовано и возьмет на себя предварительное обязательство оплатить свою часть, скажем так, стоимости этого проекта. И даже есть такие моменты, что, допустим, чем больше будет вот эта страна, вне бюджетная страна, тем выше будет вальность у этого проекта и, соответственно, будет выше рейтинг и большая вероятность того, что этот проект получит поддержку. Заасфальтировать дорогу на своей улице или во дворе, поставить новую детскую площадку или спортивный зал, может быть, оборудовать стоянку или отремонтировать дом культуры. Все идеи должны быть направлены на решение коммунальных и социальных проблем населения, которые до сих пор местная администрация не могла решить самостоятельно. Я обращаюсь ко всем нашим жителям, прийти на эти мероприятия, принять активное участие, высказаться и помочь нам совместно вместе вот эти проекты выдвинуть, скомплектовать и их реализовать. Поддержка, конечно, сама финансовая поддержка предварительно ожидается в сентябре-октябре месяце. Вот несколько, может быть, поздно начали этот конкурс. Но, тем не менее, нам надо собраться вместе, сконцентрироваться и провести это мероприятие на должном, хорошем уровне. Всего Нефтекамск на республиканский конкурс может отправить пять идей благоустройства нашего города. Успех участия будет заключаться в том числе и в явке на предстоящие собрания населения. Они состоятся по всему городу 24 июня. В 11 утра будет проведено собрание населения в Ташкиновской школе, в 2 часа дня – во Дворце молодежи, в 15.30 – в Энергетике, в Доме культуры и в 17.00 – в Доме культуры, в селе Амзя. И на этот раз ваш голос будет действительно важен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова